Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим получение какао-крупки. Обжаренные и охлажденные какао-бобы обладают достаточной хрупкостью и могут быть легко раздроблены и освобождены от какао-веллы. Ядро бобов имеет ячеистую структуру и при надавливании разделяется на частицы различных размеров, называемых в производстве какао-крупкой. Какао-крупку получают двумя способами. По первому способу производится отделение какао-веллы от ядра в специальных агрегатах. По второму способу осуществляется измельчение какао-бобов на дробильно сортировочных машинах и отсеивание какао-веллы. В зависимости от конструкции машин, получаемая крупка может быть однородной по размеру и почти не содержать пыли и мелочи или состоять из частиц разных размеров, которые разделяются на 6-8 фракций. С одного конца какао-боба расположен росток диаметром 1 мм и длиной около 4 мм, содержащий около 3,5% жира и около 3% клетчатки. Росток, содержание которого в какао-бобах составляет 8-9% обладает большой твердостью и трудно измельчается, и поэтому не должен также как и какао-веллы применяться в шоколадном производстве. В таблице, которая представлена на слайде, приведены данные по содержанию какао-веллы в различных сортах какао-бобов и составу ядра какао-веллы и ростка. Для отделения ростка используют триггеры, которые встраивают в дробильно сортировочную машину и кинематически связывают с механизмами или применяют как самостоятельные установки. Дробильно сортировочные машины характеризуются широким диапазоном производительности от 200 до 2000 кг в час и могут удовлетворить потребности предприятий различной мощности. На экране представлена схема работы высокопроизводительной дробильно сортировочной машины BR51EH. Какао-бобы через приемную воронку 2 поступают на малое вибросито 1, где отделяется мелкая фракция. Минуя дробильный механизм, эта фракция подается на ситовую раму. Дробильный механизм представляет собой два шестигранных волка 3 с двумя пластинами. Какао-бобы в таком дробильном механизме не истираются, а попадая на грани вращающихся волков и ударяясь о неподвижные пластины раскалываются на крупные кусочки. Этот тип дробильных волков может служить для измельчения и отделения какао-веллы от сырых, подсушенных и обжаренных какао-бобов. Отделение наиболее крупных частичек происходит на основном вибрационном сите 5. Вначале отделяются мелкие, а затем крупные частицы. Полный рассе в крупке на фракции происходит на 5 плоских плетеных ситах, которые монтируются на общей раме, образуя каскад. Фракции и крупки, продвигаясь по соответствующим ситовым секциям, у выхода из них сепарируются в вертикальных аспирационных каналах, расположенных над ситом. Воздушный поток, создаваемый вентилятором 4 и регулируемый клапанами, отвеивает какао-веллу. Какао-велла выводится с шинеком и собирается в специальном приемнике. Какао-крупка собирается в разгружающих устройствах 6 и выводится из машины через наклонный вибрационный желоб. Сход с последнего сита направляется в триер для отделения ростков. Машина обеспечивает хорошее разделение какао-крупки и какао-веллы. Содержание жира в крупной фракции составляет 59,6%, а содержание какао-веллы и ростков в крупке в среднем около 2%. Рассмотрим конструкции других дробильно-сортировочных машин и их расчет. Дробильно-сортировочные машины предназначены для дробления обжаренных бобов какао в крупку какао и отделение от нее раздробленной какао-веллы. Ковшовым элеватором 1 обжаренные охлажденные бобы подаются в загрузочную часть 4, имеющие 2 дробильных волка 3. В течке элеватора установлены магнитоуловители 2 для улавливания ферропримесей. Раздробленные ядра бобов и какао-велла ссыпаются на поверхность наклонного сита 6, совершающего колебания в горизонтальной плоскости от эксцентрика 5. На раме установлено последовательно 7 сит. Первое пробивное сито имеет отверстие размером 1 на 1 мм. Затем установлено 6 плетеных сит с размерами ячеек 2,5 на 2,5, 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5, 6 на 6 и 8 на 8 мм. Частицы с размером более 8 мм сходят с поверхности сита и шнеком 12 возвращаются в загрузочную часть элеватора. Под каждым ситом имеется наклонный поддон, который направляет прошедшие через отверстие этого сита крупку и какао-веллу в соответствующий вертикальный канал 8. В нем имеется ряд наклонных полок, по которым крупка сыпается на выводной лоток 16. На машине установлен вентилятор 7, засасывающий воздух из цеха через отверстие в решетке 10. Поток воздуха подхватывает в канале 8 частицы какао-веллы, а также случайные мелкие частицы ядра и уносит их в камеру 15. Камера имеет большой объем. Скорость воздуха здесь резко снижается. Частицы ядра падают вниз и через вращающийся затвор 11 попадают в отводящий шнек 12. Частицы какао-веллы уносятся потоком воздуха в камеру 13. Скорость воздуха здесь опять снижается и частицы падают вниз. Вращающийся турникетный затвор 14 выводит их из машины. Воздух из камеры 13 поднимается по каналу к вентилятору 7, который выводит его из машины. Для улавливания мельчайших частиц крупки и какао-веллы устанавливаются ловушки или рукавные фильтры. Степень очистки крупки от частиц какао-веллы зависит от количества воздуха, проходящего через канал 8. Регулирование количества воздуха осуществляется поворотом заслонок жалюзейной решетки 10. Если в крупке имеются частицы какао-веллы, то щель увеличивают. Частицы крупки больших размеров очищаются лучше и поэтому идут на изготовление шоколада высших сортов. Наиболее мелкая крупка содержит примеси какао-веллы и используется для рецептурных смеси низших сортов шоколада или начинок. Существуют аналогичные машины с дисковым дробящим устройством и с колебанием сит в вертикальной плоскости. Ростки какао бобов имеют размер около 4 миллиметров и попадают в крупку номер 4. Поэтому в нижней части дробильно сортировочных машин обычно устанавливается цилиндрический триер, через который пропускается четвертая фракция крупки. Конструкции, принцип действия триеров были рассмотрены в отдельной видео лекции, с которой вы можете ознакомиться перейдя по ссылке в описании. Движение частицы вниз по поверхности наклонного сита возможно, если силой ее инерции будет больше силы трения. Из этих условий выведена формула для определения частоты вращения эксцентрика, которая представлена на слайде. При большой частоте вращения эксцентрика может возникнуть подбрасывание бобов, могущее вызвать их раскалывание. Поэтому рабочую частоту вращения эксцентрика ограничивают величиной, рассчитываемую по формуле на слайде. Обычно частота вращения эксцентрика составляет от 400 до 500 оборотов в минуту. Техническая характеристика дробильно сортировочных машин представлена в таблице на слайде. Далее рассмотрена наиболее распространенная машина с рифлеными валиками и продольным колебанием сита. Принципиальная схема дробильно сортирующей очистительной машины представлена на слайде. Обжаренные и остуженные бобы какао загружают в воронку 1, элеватор 4 подает их наверх. В наклонной течке элеватора бобы какао проходят над магнитом 5, который задерживает случайно попавшие в продукт стальные и чугунные частицы и предметы. Затем бобы попадают на шелушитель 6. Он разрывает оболочку и при этом раздавливает ядро в крупу. Смесь оболочки и крупки поступает на наклонное сито 7, совершающее продольные колебания. Сито состоит из нескольких участков с постепенно увеличивающимися отверстиями. Следовательно, оно сортирует смесь от мелкого размера к большему. Количество участков зависит от желаемого числа фракций крупки. Чаще всего сита имеют 7 участков с следующими размерами отверстий в миллиметрах. 0,75, 1,5, 3, 5, 6, 7 и 8. Ситовая рама подвешена на 4 тягах 11. Эксцентрик 3 при помощи шатуна 9 приводит ее в колебательное движение. На сите крупка с оболочкой делится на несколько фракций. Каждая фракция поступает в аспирационную колонку и пересыпается с выше расположенной наклонной полки 21 на ниже расположенную, пока не достигнет отводящего лотка 17. Продукт в полете продувается воздухом, который движется в направлении сплошных стрелок. Скорость воздуха в каждой аспирационной колонке подбирается такой, чтобы отвеивалась только оболочка от фракции. Нужную скорость воздуха устанавливают, поднимая или опуская заслонку 20 при помощи рукоятки 2. Лоток, отводящий крупку имеет затвор 18, который обеспечивает герметичность аспирационной системы. Из аспирационной колонки воздух с оболочкой и небольшими крупинками ядра поступает в канал 19. Здесь скорость воздуха уменьшается вследствие увеличения сечения. Захваченные частицы мелкой крупки оседают на дно. Из этого канала они выходят через затвор 16 на шнеп 15, который выводит их из машины. Оболочка оседает на дно камеры 22, так как здесь скорость воздуха значительно уменьшается из-за большого сечения камеры. Козырек 13 улучшает очистку воздуха от оболочки, заставляя взвешенные частицы уйти вниз под действием центробежной силы, которая появляется при огибании заслонки. Воздух, почти освобожденный от взвешенных частиц, поступает в вентилятор 10, который направляет его через циклон во двор фабрики. Оболочка из камеры выходит через затвор 14. Затвор 14 устраняет подсос воздуха в камеру 22 и не препятствует выходу скопившейся оболочки. Сход сито по каналу 12 поступает вновь в воронку 1. Обычно самая мелкая фракция крупки содержит большее количество оболочки, а соответствующая оболочка имеет значительную примесь к рубке. По этой причине в некоторых машинах не предусматривается аспирационная колонка для самой мелкой фракции. Эта фракция собирается с шелухой. Ее выход в хорошо отрегулированной машине не превышает полупроцента. Эту фракцию используют как добавку в низко сорты шоколад и начинку. Рассматриваемая машина имеет волковый шелушитель. Схема его представлена на экране. Он состоит из двух волков 23 и 24 с кольцевыми пазами. Волки имеют одинаковый диаметр. Между собой они соединены шестернями 25 с одинаковым числом зубьев. Один волок можно приближать к другому при помощи винтов 26. Обычно между волками имеется зазор не менее 5 миллиметров. Другие машины имеют дисковый шелушитель. Схема такого шелушителя показана на слайде. Бобы какао поступают в канал 7. Оттуда через отверстие в неподвижном диске 1 они подаются штеком 6 в зазор между дисками. Этот зазор устанавливают механизмом 5. При этом он равен не менее 5 миллиметров. Вращающийся диск 2 закреплен на приводном валу 3. Шелуха и крупка бобов какао отводятся по каналу 4. Примерное процентное содержание фракций, нужное при расчете сит, представлено в таблице на слайде. Ситовая часть дробильно сортирующей очистительной машины рассчитывается так же как и у воздушно-ситовых очистительно сортирующих машин. Далее мы рассмотрим этот расчет. Одним из рабочих органов машины является сито. Его схема представлена на слайде. При разделении продукта на сите необходимо, чтобы частица нашла отверстие, через которое она может пройти. Поэтому очень важно, чтобы смесь бобов какао перемещалась относительно сито. Относительную скорость можно создать почти любую, однако большая скорость движения продукта затрудняет проход частицы через отверстие. На практике размер отверстия берут на 20-30% больше размера частицы, которая должна проходить через него. Так, например, если на первом сите желателен проход бобов какао размером 9 мм, то размер отверстия следует брать 11 мм. Предельная скорость движения боба по ситу V рассчитывается по формуле на слайде. Сито устанавливается с наклоном от 0,11π до 0,61π радиан. Рабочее число колебаний сито подбирают так, чтобы продукт не только опережал сито, но и отставал от него. Принимая боб за материальную точку, можно написать условие начала отставания боба от сито при максимальном ускорении, то есть при φ равном 0, так как показано на слайде. После преобразования и замены f на тангенс ρ получим выражение α²R деленное на g. Оно представлено на слайде. Решение этого равенства относительно α²k дает выражение, представленное на слайде. При угловой скорости ωk боб еще не будет отставать от сито, так как скорость боба и сито в момент наступления равновесия сил равна 0, вследствие того, что угол φ равен 0 или 2π радиан. Чтобы получить движение продукта принимают ωr по формуле, представленной на слайде. Можно перед корнем брать и больший коэффициент, но только необходимо, чтобы относительная скорость не превышала величины, определяемой равенством, представленным на экране. И отсутствовало подбрасывание продукта. Продукт не подбрасывается при соблюдении неравенства ωr меньшее подкоренного выражения. При большей угловой скорости бобы подпрыгивают на сите, и часть их ломается в крупку. Эксцентриситет принципиально можно брать любой, но практикой для него установлена величина близкая к 5 мм. После установления рабочей угловой скорости, строят график относительной скорости движения бобов за одно колебание, и по нему определяют максимальную относительную скорость. Так как это проделано в расчете вибрационных транспортеров. Расчеты вибрационных транспортеров вынесены нами в отдельную лекцию. Если максимальная относительная скорость, найденная по графику, превышает величину, определенную по формуле на слайде, то уменьшают рабочую угловую скорость. Если вычисленная по формуле скорость больше максимальной относительной скорости, взятой из графика, то скорость увеличивают. Ширина сита определяется по формуле на слайде. В эту формулу входит средняя скорость движения бобов какао по ситу ВС. При ее вычислении по формуле, представленной на слайде, следует брать разность смещения бобов вниз и вверх за одно рабочее колебание сита. Любая очистительно сортирующая машина эффективно работает только при выполнении требований по отношении периодических осмотров, ухода во время и по окончании работы, соблюдении режима смазки, при проведении планово-предупредительного ремонта и соблюдении правил техники безопасности. Перед пуском следует тщательно проверить все крепежные детали, особенно крепежные болты корпусов подшипников. Гайки нужно надежно запирать. При сборке машины следует особо обращать внимание на параллельность валов вентилятора, эксцентрикового вала и вала нории. В процессе эксплуатации необходимо следить за герметичностью аспирационной части. Нельзя применять для смазки слишком жидкие масла. Продукт бобы какао должен равномерно поступать в щеточные механизмы и на сита. При скоплении продукта у одной из боковых стенок сита нужно выправить перекос сита или ситового кузова. Особенно важно следить за хорошей очисткой сит, что достигается одинаковым прилеганием щеток к ситу и их равномерным движением. Ситовой корпус следует тщательно уравновесить. Это достигается подбором веса и местоположения уравновешивающих грузов. В процессе работы необходимо наблюдать за ременными передачами, не допуская ослабления ремней, так как ослабление ведет к снижению числа колебаний, а следовательно к уменьшению производительности и ухудшению очистки. Очистительно сортирующая машина устанавливается по отношению к другим машинам и стенам здания, так чтобы из нее можно было вынуть ситовую раму. Рабочие органы шелушителя не следует излишне сближать. Необходимо периодически наблюдать за крупкой во фракциях и в случае обнаружения в ней шелухи постепенно поворачивать рукоятку 2, до тех пор, пока в данной аспирационной колонии с фракцией не исчезнет оболочка. При наличии крупки в шелухе следует немедленно отрегулировать рукояткой 2 скорость воздуха так, чтобы крупка не уносилась воздухом. Необходимо также контролировать очистку сит от застрявшей крупки. Для этой цели служат окна 8. В случае значительной вибрации следует отрегулировать балансиры на эксцентриковом валу. Техническая характеристика дробильно сортирующая очистительных машин представлена в таблице на слайде. В этом видео мы с вами рассмотрели дробление какао бобов и получение крупки. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, а в нем все уведомления. И вы будете незамедлительно получать уведомления о новых видео на канале. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.